Теперь нам нужно разобраться с Лиле. Лил же прямо весь извелся золотца. Кажется, чует, что большая драка будет. Угу. У меня есть пара вопросов. Ты такая любопытная зайка. Да. А давай отправимся и поспим где-нибудь. Подождем время, небольшой перерыв сделаем. И надо как-то триггернуть ее квест. Для того, чтобы его триггернуть. Я думаю, мы попробуем просто пождать, отдохнуть, поспать. Вот, в навак отправляемся обратно в нашу маленькую коморочку. Ну что. Видите, как тут хорошо, уютно, по-домашнему. Кругом красные пятна крови. И спим по максимуму. Там как-то нужно, по-моему, идти туда, где Найт Волкер и на гору. Или что-то такое, говорит. Опа-гангам стайл. Опа-манга стайл. Вот, правильно говорите. Или, может, я ошибаюсь, говорит, он уже давно проходил. Но я когда читал про этот квест, там было написано, что, во-первых, нужно триггернуть низкие хитпоинты у нее. Во время битвы или каким-то другим способом. После этого... Нужно подождать какое-то время. Это должно триггернуть вроде что-то другое. Что за лекарства ты пьешь? Доктор Генри называет их антипсихотиками. Не знаю, как они действуют, но от них у меня в голове мутится. Хочу знать что-то еще. А, кто-то хочет послушать. А, вот, вот это я не прочитал. Нужно было еще этот диалог провернуть. И тогда после этого отдохнуть. Давайте еще немножечко поспим. Я просто пропустил маленький диалог на тему ее лекарств. Что это за лекарства такие нужно было спросить. Сейчас, надеюсь, сработает. Посмотрим. Может быть, даже спать меньше можно было. Посмотрим. С возвращением, дорогуша. Так. Да, дорогуша. Есть пара вопросов. Расскажи о себе. Кто такой Лео? Тут же никого нет? Конечно, есть солнышко. Иначе как бы он мне указывал, куда рубить. Неважно. Есть другие вопросы. Слушайте, может, еще раз нужно в какую-нибудь драку ввязаться. Как думаете? Не, Кассадор, это было классно. Но нам говорили еще, что вроде бы где-то здесь есть что-то. Давайте в район пещер сходим. Посмотрим, что там бывает. Патроны. Есть ли здесь какая-нибудь живность? Вот вопрос. Что мы сейчас рядом с Джекобстауном? И, вероятно, здесь уже все более-менее зачищено. Разные живности. Давай посетим площадь Норд-Вегаса. Там есть интересный квест. Я верю, что здесь полно-полно еще квестов, которые я не нашел. Бронь починием. Кстати, тоже хорошая тема. Надо починить броню. Для этого нужно купить какую-то другую броню, которая ее заменить. Ну как же здесь классно, а? Уютненько, тихо. Какой-то такой уединенный, такой заснеженный каньон с горами и сосенками. Прямо замечательное место. Которое само по себе как бы говорит о спокойствии, размеренности и безмятежности этого места. Тут бывает, что можно и Кассадора встретить, и Богомолов, по-моему. Греция, по-моему, Гастайл. Здесь где-то в горах есть проход на старую базу Анклава. Да, я знаю. Мы ее даже вроде бы находили. У Стрейнджеров. Вот Булкер Оставшихся вроде бы он называется. Этот проход. Места здесь действительно классные. В особенности, посмотрите на это дерево. Оно левитирует. Оно отказалось от связи с землей. И вовсю практикует магию воздуха, магию полета. Возвышаясь над своими собратьями. Круто. Берите пример с этого дерева. Не бойтесь бросить свои корни и полететь за своей мечтой. Так, Богомолов явно для Лилии это не противник. О, какая-то репка. Корень Зайндер. Классное деревце, да? Это дерево культиватор. Оно культивирует техники полета. Давай, Лилия. Вперед. Не бойся. Вперед, вперед, вперед. Давай, девочка. Ты, это, взрослая девочка. Ты справишься. Давай, 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 давай. Двигайся. Во, другое дело. Теперь смотрим внимательно за тем, как она сражается с этими толсторогами. О-о-о-о, сколько их. Просто настоящий гэнгбэнг начался. Ну, что, Лилия? Так, так, она даже их убивает одного за другим. Все. Свалилась. Ну, только двое остались. Эх. Такую бы бабушку на мясокомбинат работать. Они ее сейчас завалят. Так в этом-то и идея. Я хотел, чтобы ее... Они завалили. У нее был приступ после этого. Лилия, поднимайся. Поднимайся, хватит симулировать. Я знаю, что ты в порядке. Ну, подумаешь, тебя туша придавила. С кем не бывает. Ну, мне просто хорошо. Бабушка немножко утомилась. Она много работала. Тяжелый физический труд он выматывает. И в ее-то возрасте в особенности. Все, у нее срочный перекур. Вот-вот. Ты ее добил? Нет. Лилия без сознания. Дрыхнет без задних ног, так сказать. Тем временем смеркалась. Здесь что-то есть, знаете, атмосферное в таких вот уединенных локациях, каких-то где-то глубоко в лесу. Вот чего не хватает в Нью-Эгасе, действительно, это лесов. Они здесь есть прямо на севере в небольшом количестве. Но они так добавляют атмосферности вот этим местам. То есть как бы кругом пустоши, каньоны какие-то там. Там вообще просто банально, там, пески. А тут такой лесок смеркается. Ты один среди леса. Это пробуждает какие-то, знаете, древние инстинктивные эмоции. Которые заложены в нас эволюцией. Что в лесу, в одиночку, в темноте, очень опасно и страшно. Это создает ощущение такой одинокости, опасности. И вот оно прям окрашивает атмосферой локацию. Прошло время. Бабушка брила ноги. Да, у бабули там что-то болит. Она очнулась. С возвращением, дорогуша. Что ты делаешь в Джекобстане? Есть вопросы. Как мне лучше применять твои способности? Ты во мне тревожишься? Как это мило. Такой славный мальчик. Я всегда помогу тебе укрыться от злых людей, чтобы избежать неприятностей. Могу и подраться, особенно если, чтобы тебя защитить, лапуля. Но не люблю пистолеты. Лучше дай мне крепкое лезвие. Мы с Лео себя покажем. Покажем. Хоть это же о тактике, ничего нового не появилось. Окей. Я признаю, что что-то не работает. Я, видимо, неправильно понимаю, как квест должен осуществляться. Давайте почитаем вместе с вами. Ну, по крайней мере, я почитаю, а вам расскажу, что я там читаю. Спустя какое-то время курьер услышит, как Лео прослушивает какую-то запись, где слышатся голоса детей, ласковый голос бабушки, называющей ее. Понятно. То есть нужно еще подождать, пока она запись слушать будет. Отлично. Все. В общем, я понял. До меня дошло. Не дурак. Надо идти дальше кого-нибудь крошить. Понятно. Леля, не хочешь поговорить еще немножко? Нет? Давай фастрейли нам все тогда к Весайду. Весайду или Фрисайду? Вот я вот не помню. По-моему, Весайду нам нужно. Вы еще не нашли эту локацию. Серьезно? Я даже Весайд не нашел. Ох, вот оно что оказывается там. Док дает запись, которую Лиле нужно включать. Но мы уже были у Дока, вроде бы. Как бы она к нему обращалась. Док дает запись. Нет, в квесте прям про запись от Дока не сказано ничего. Ее не Док должен давать по идее, она у нее должна быть. Так. Куда-то сюда, да? Ну у, огромный сукин сын. До свидос. До свидания, выговорил он. Бросающая лампа. Так, вход в Весайд у нас здесь есть. Ополченица Весайда имеется. И где-то здесь, рядом со входом, должен быть люк. Возможно, не прямо здесь. Но свет не помешает включить это раз. Давай локацию Торн поищем. Я ее ищу. Говорили, где-то недалеко от выхода в Весайд. Вот. Черный ход. Это черный ход. Ну-ка, давай сейчас его откроем. Может быть, с другой стороны, но в Весайде на самом. Южный вход в Весайд. Здесь ополченцы. Над люком огромная вывеска, не пропустишь. Во, да, действительно, мы нашли Торн. Он самый. Поехали. Что бы это ни было, эта лока ждет меня. Сейчас мы ее быстренько с ней познакомимся, в общем. Только посмотрите. Обитатель Нью-Вегаса. Больше боев. Мы хотим еще. Ну, какие укрожатные. Надеюсь, Рыжая Люси покажет нам действительно большого монстра. Да, тут бои на смерть будут, говорят. Слушайте, это круто. А еще тут тормозит немножко. Вот, говорят, Нью-Вегас, рай на земле. А по мне, это жопа, говорит он. И прав, безусловно. Это точно жопа. Твари кажутся не такими же здоровянными, когда сидят в клетках, а? Так, что у нас тут? Куда мы вошли? Я даже не успел прочитать, но мы куда-то вошли. Ммм, терминал Рыжая Люси, кстати говоря. Велкам. А мы его открываем со второй попытки. Нормально. С возвращением Мисс Рыжая. Управление Торном. Подача мощности в состоянии клеток со зверями. Клетки заперты. Не будем пока ничего делать. Журнал Торна. Загрузка данных. Почта Мисс Рыжая. Нельзя прочесть сообщение. Ммм, Мисс Рыжая. А как звучит? Да, это комната Рыжей Люси. Но там нету Рыжей Люси, вот в чем проблема, понимаете? Как бы комната есть, а Люси нету. Открывай клетки требует Купа Манго Стэйл. Будет классно. Не верю. Дверь с клетками. Что у нас в клетках? Скорпионы. А что еще есть? Клетки. Ну то есть фактически есть клетки, а есть арена Ринг со скорпионами и всякими смертокогтями остальными, да? Так, это выход отсюда. А что если мы спустимся? А вот это кто у нас? Ну-ка, ну-ка. Обитатели Нью-Вегаса здесь у нас, опять-таки. Можем спуститься еще ниже. К самому низу. А потом подняться отсюда мы сможем? Вот вопрос. Не, нужен ключ. Зато ворота есть. Хорошо. А вот и рыжей Люси. Собственной персоной. Поговорим. Волос говорит, почему-то, когда говорят про клетку, сразу вспоминается легендарный видос «Не лезь». Ну, неважно. Лиси говорит, уверена, я бы вспомнил, если бы мы уже встречались. Что тебе нужно? О, я бы хотел узнать, что это за место. Отсюда вопли жаждущей крови толпы проникают во все уголки пустышей, но я сделаю вид, что твое невежество меня не оскорбляет. Это Торн. Здесь сильные делают себе имя, а слабые перемалываются адскими челюстями. Ты можешь на кого-то поставить, а если кишка не тонка, выйти на арену и сразиться. Предупреждаю, Торн требует уважения. Нарушишь правила или еще как-то оскорбишь меня, и я покажу всему миру твоей внутренности. А ты слишком много о себе думаешь, мне кажется. Но расскажи подробнее о Торне. Что же ты хочешь узнать? Какие у нас тут правила? Правила просты. Мои звери дерутся на потеку толпе. Ставишь на одного из них и получаешь двойную ставку, если он выигрывает. Но ты можешь получить и больше, если рискнешь собственной шкурой в Торне. Выиграй схватку, и я тебе выдам жирный кусок. Я не потерплю, чтобы кто-то вмешивался в бой. Заденешь меня, прольется твоя кровь. В остальном, делай что хочешь. Кто будет драться в следующем матче? Раскорпионы. Толпа их обожает. Я хочу сражаться в Торне. Но я не буду тебя останавливать. Кто будет твоим смертным приговором? Я буду драться с гигантскими Раскорпионами. Гигантские Раскорпионы смертельно опасные противники. Сколько ты потянешь? Давай сюда троих. Толпи, нравится твоя смелость. Иди к своей клетке и готовь оружие. Броню бы еще, конечно, подготовить бы, но ладно. Оп, оп, оп. Так, что у нас вообще из оружия есть? Готовка уцелевшего. Наверное, ее надо взять. Грейдерный аппарат. Ну, улучшенный лаэр. Лаэр. Отлично. Давайте сюда, друзья. Идите вперед. Ну, вроде бы все. Было изи. Можно у нее взять квест на добычу из, говорит кому дверина. Окей. Так, дверь недоступна. А здесь у нас куда выход? Клеткам Торна. Так, теперь спускаемся обратно. С возвращением, дорогуша. Пойдем. Хорошо, золотцы. Пошли. Молодец. Вот твоя доля. Понятно. Задача не сильно сложная, но и награда не сильно большая. У меня есть вопросы. Вообще, расскажи о себе. Что у тебя, Номи? Я все не могу не думать о том, что можно сделать с тобой наедине. Ух. Ну да. Как самоуверенно. Это нравится Торну и мне. Но для того, чтобы завоевать мое восхищение, нужно больше. Ты говоришь как охотник, но только дела могут доказать, достоин ли ты человек. В общем... Да, что-то я немножко запнулся на том, что читал эту фразу. То ли она как-то сформирована, немного сформулирована была странно, то ли чем. Но о какой жертве идет речь? Я полагаю, ты не робкого десятка. Хм, ладно. Накажи, что ты из достойных, и я вознагражу тебя за службу. Торну нужны новорожденные звери, которых однажды вырастут, и они смогут почтить нас своим чертам. Принеси мне дюжину яиц гигантского богомола, и если выполнишь задание, я, возможно, дам тебе более интересные задачи. А где их можно найти? Готовых кладки богомолов можно найти на пустошах, но мудрый охотник искал бы в районе их нереста, например, в близлежащих развалинах убежища 22. Конечно, найду для тебя яйцо. До скорого. Но перед этим, пара вопросов. Эм, скажи о Торне. Вы проводите схватки по заказу. Мои звери дорого стоят, их нужно найти, вырастить и задержать. Ты хочешь, чтобы они умирали, чтобы тебя потешить? Я согласна, но только так, чтобы мои расходы были покрыты чужак. Цена развлечения в зависимости от выбора бойцов. Кстати, в Торне разрешены только честные схватки. Я помогу тебя подобрать хороших противников. Ты платишь, делаешь ставки, и я обеспечиваю тебе самое упоительное шоу в мире. Нет возражений? Хочу смешанную схватку. Ты платишь. Чью кровь ты хочешь пролить сегодня в Торне, чужак? Коготь смерти на красном. Сколько? Один. Кто будет драться на синем? Два коса дура. Трон просит крови. Оплатимые расходы, и схватка начнется. Вот деньги. 540! Ну ладно, это не страшно. Сделано, удачи. Наслаждайся. Наслаждаемся. Вон открывается клетка с кассадорами и с когтем смерти. Кто сильнее, два кассадора или когуть смерти? Коготь смерти уже бросается, кассадоры тоже готовы. Давайте, давайте рвить его. А что произошло? Чего? Это так нечестно было. Меня обманули на 540 крышек. Это же просто ужасно. Что было такое? Время драться, не болтать. Найди меня после боя. А, так бой-то вроде закончился, и вы сами прибили, собственно, дравшихся. Молодец, вот твоя доля. О, 660 бутылочных крышек ни за что. За то, что они сами пристрелили кассадоров? Я не понял, что сейчас только что было. Похоже на какие-то глюки. Но крышек я получил больше, чем изначально потратил, согласитесь. Ха-ха, развод, говорит Bench One. Да вроде нет. Но зрелище было довольно странным. Вопрос о Вестсайде. Вестсайд — это часть Нью-Вегаса? О, Нью-Вегас мголик. Несмотря ни на что, он никогда не будет цельным. Когда сама земля враждебна, когда борьба за выживание — норма, соседи становятся либо спасителями, либо врагами. Вестсайд — настолько же часть Нью-Вегаса, насколько часть Устышлей. В конце концов, и то, и другое нужно нам, чтобы и дальше творить свою судьбу. И как же здесь люди выживают? Вестсайд привлекает разного рода путешественников, в том числе торговцев и фермеров. Они приезжают, чтобы обменять свои товары или найти защиту. Наше сообщество производит довольно пищей, одеждой, оружием и медикаментов, чтобы торговля процветала, а наша стража была наготове. Помимо прочего, Торн показывает, что мы самодостаточны. Наша пустынная кровь торжествует над самыми сильными тварями пустышей. Ммм, а какие отношения Вестсайда и Нью-Вегаса? Расскажи об этом побольше. Вестсайд — настолько же часть Вегаса. В конце концов, то и другое нужно, чтобы дальше створить судьбу. Понятно. Спрошу еще кое о чем. О себе расскажи, как ты оцениваешь положение дел на пустоши Мохавы. Землей возразличны мелкие дрязги мелких людишек. Я тоже ими не интересуюсь. В итоге народ Нью-Вегаса так и будет жить и умирать здесь, не имея значения, кто будет их самозванным хозяином. А как ты стала хозяйкой Торна? А я не хозяйка ему. Он мой хозяин. Я живу, чтобы наш род мог выйти за пределы своих возможностей. Наши земли суровые, враждебные. Наши жизни дешевые и хрупкие. Нам гарантирована смерть внезапная, в тот момент, когда мы ее не ждем. Торн пробуждает нас, чтобы мы могли видеть истину. И здесь мы освобождаемся от цепей и выбираем момент смерти, вопреки воле судьбы. До свидания. До скорого. Какая философия сильная, а? Прям это... Немного фаталистическая, конечно. Ну что? Нам теперь нужно отправиться на поиски яиц. Карта мира. Убежище 22. Вперед. Привет. Лили, что скажешь? Что если мы просто постоим, посмотрим друг на друга? Может быть, ей нужно немножко отдыха, немножко спокойствия, чтобы она могла взяться за своих внучат и послушать какие-то записи про них? Ну, я не уверен, на самом деле, что это так должно работать. Ну, почему бы нет? Почему бы не потратить прям самую малость времени на то, чтобы оставить спокойно? И что-то усматривает. Ну, я прям ощущаю, как мое терпение заканчивается. Да, все. Идем вперед. Постояли, и на этом хватит. Так, где у нас тут яйца? Вниз. Вниз. Сюда. Опять вниз, там дверь должна быть. Как ни странно, в этот раз не вниз. О, яйца гигантского богомола. Так, наверное, нужно спуститься по другому пути. Вот здесь вот сбоку. Вот они. Задача выполнена, да? Возвращайтесь к рыжей люсе с яйцами гигантского богомола. Возвращайтесь к рыжей люсе с яйцами гигантского богомола. О, мой бузильник. Пора пить лекарства, она сказала. Че, че, че? А где она? Черт. Я, похоже, что-то пропустил, да? Прям в этот момент переход был между локациями. Черт. Может быть, это и не оно было. Ах, печаль, беда. Так. Куда нам обратно? В Торн? Да, в Торн. Однозначно. И... Торн временно закрыт. Серьезно. Вот вы прям вот... Вот-вот-вот-вот. Серьезно, да? Сейчас будет открыт. Слышите это? Вы слышите это? Смотрите на маленьких ангелов этих. Они так красиво одеты. И, Джимми, ты так вырос. О, я целых четыре фута. А, что-то там они про подарки спрашивают. И она спрашивает... Хорошо ли вы вели себя с мамочкой там. Ах, слушайте, действительно, мы наконец-таки дождались этого. С возвращением, дорогуша. А что за запись это слушала? А, и это-то. Это запись тех времен, когда я последний раз намешал в нычат. Такие славные малыши. Ангелочки. Иногда мне трудно их вспомнить. И тогда я достаю эту старую запись и слушаю. А почему тебе сложно их вспомнить? Это все таблетки. Я от них спокойнее, зато в памяти все мутно. Вот почему я принимаю их теперь только через раз. Так я хотя бы помню их личики. Лилиан. У меня есть очень серьезный разговор насчет твоего лекарства. А не бери я в свою глупенькую головку, солнышко. Бабуля знает, что делает. В общем, у нас теперь есть три варианта, фактически. Убедить ее принимать лекарства через раз, как она уже принимала. Так она не забудет свою семью и риск того стоит. Но можно убедить ее, что пропускать прием лекарств нельзя, это опасно. Хочу, чтобы ты регулярно пила таблетки. Тогда она забудет свою семью, но зато она лишится проблем с психикой и будет спокойной бабушкой. Правда, без внучат. И есть третий вариант. Но от этих лекарств только хуже. Я не хочу, чтобы ты их принимала. И тогда она окончательно съездит с катушек. Вот это совсем какой-то конченный вариант. Как думаете, что лучше для нее? Иметь воспоминания о внучатах? Или же быть спокойной и не мучиться от приступов психоза? Сложный выбор, говорит Волос. Да, я тоже думаю, что сложный. Но я больше склоняюсь к тому, что быть здоровой бабушкой лучше. Ну, может, даже она и забудет внучат. Но, по крайней мере, для нее лично это будет, наверное, лучше. Она не будет вот этим вот бешеным супермутантом, который время от времени впадает в яростные припадки и крушит все направо и налево. Тем более, иногда свое прошлое стоит оставить и жить настоящим. Да, где-то там есть внучата. Но вопрос, как давно это было? Сколько десятилетий уже прошло с этого времени? Внучата там, возможно, уже как бы, ну и того. Не только выросли, состарились уже и померли. Я думаю, воспоминания очень важны. С другой стороны, говорит Волос. Эти воспоминания могут быть психозом и вовсе не ее... Эти воспоминания могут быть психозом и вовсе не ее сердце. Семь... Записи... Запись на ее семьи. Ну, кстати, да, нету никаких гарантий, что это действительно ее семья. Я думаю, все-таки пропускать прием лекарств вредно, в особенности в пожилом возрасте, когда нужно заботиться о своем здоровье. Так что давай, Лили, будь хорошей супермутанткой и пей таблеточки регулярно. Точно, Лаполе? От таблеток мне спать хочется, хотя так мне легче пропускать мимо ушей, что говорит Лео. Конечно, конечно. Лучше пусть ты станешь немного слабее, но не будет припадков. Ну, хорошо, солнышко. А чтобы не забыть про Бекки и Джимми, буду тогда пленки слушать. Ну вот, видите, есть решение. У нее есть записи. Она даже если забудет, что это за записи, она их запустит и вспомнит. Все. Бабушка вообще, скорее всего, трап, говорит, волос. Ну, неправда, это зря. Женщина-супермутанты есть, тем более, если посмотреть на нее, да блин. Ну, чем не бабушка? Очень милая пожилая женщина. Немножко синеватая, немножко мускулистая. Ну, мы тут не осуждаем людей за цвет кожи и за размер мускул. Даже шлифт нету. Так, привет, Люси. С возвращением к тебе. Поговорим о яйцах того существа, которые тебе нужны. А у тебя есть хорошие новости? Да, у меня есть яйца гигантского богомола. Отлично. Торн будет заботиться о них, пока их обязатели не подрастут. Достаточно, чтобы проливать для нас кровь. Вот тебе за твою работу. Думаю, мы согласны с Роминером возмещения. Ну, тихо-тихо. Кто еще принес бы тебе такого... Ммм... Качества яйца и так много. Мне положена награда побольше. Ты говоришь правду, чужак. А Торн живет по заказам силы и чести. Вот тебе более подходящая сумма. А можно еще чем-то помочь Торну? Принеси мне дюжину яйца Раскорпиона. Я справедливо вознагражу тебя. Где их найти? Те яйца, которые мне нужны, нелегко найти чужак. Лучше всего искать в горах, на севере от Гуд Спрингса и к западу от Карьера. Я найду для тебя яйца. Договорились, до скорого. Прекрасно. Поехали за яйцами Раскорпиона. Я надеюсь, там что-то хорошее в конце будет, после того, как все это понатаскаю. А то как бы... Быть курьером классно, но у меня такое чувство, что я немного перерос эту работу уже. Лагерь Великих Ханов. Окей. Супермутанты бесполые, говорит Волос. Не факт, что до супермутанства это была женщина. А кто тебе сказал, что они бесполые? Нет, у них есть женщины, мужчины. Судя по канону, они просто бесплодные, а не бесполые. Ты путаешь. Это как бы... Чё? Бесполость от бесплодия не отличаешь? Так, а куда тут вообще? Как тут? Как тут пройти? Может, спуститься нужно куда-то? Обеденный колокол дадут, говорит Ревекстер. Дробовик за все кладки яиц. Ну, хоть что-то. С какой стороны здесь подойти нужно вообще? Тут можно как-то пройти вот снизу, под землей проход какой-то есть или нет? Похоже, нет. Похоже, мы уже внутри карьера. И нам нужно, наверное, с другой стороны заходить. Вот в кладбище Гуд Спрингса. Волос. Просто супер-шовинист. Ну, бывает, да. А, ну да, действительно нужно с другой стороны было заходить. Так, тут самое главное совсем не упасть слишком сильно и больно. Ещё не забыть, надо бы броню починить. А для этого нужно найти какую-нибудь дешёвую броню на ком-то. Так, стоп. Ох, кто-то бомбанул. Вот так вот. Не засели во всех, расстреляли. Ещё кто-то есть? Есть. Вон там идёт. И полетел вверх. У них пропадает чёткий половой деморфизм, говорит Камандавирина. Но пол остаётся. То есть и женщины, и мужчины просто они слабо отличимы. Но вообще, да, когда у тебя такая гигантская мускулатура, и ты, вне зависимости от пола, имеешь такой, скорее, мужской фенотип, строение, точнее говоря, более похожее на мужчину, то да, можно отчасти согласиться. Но вроде, насколько я помню, это не настолько далеко заходило, чтобы они совсем бесполыми остановились, как волос предполагал. Так, ну чё. Взяли яйца? Взяли. Можно вернуться сразу же в Торн. Мне кажется, ли игру просто перезапустить нужно, чтобы вот эти вот все лаги прошли. Такое иногда с Вегасом бывает. Какая-то накапливающаяся фигня, которая со временем без перезагрузки начинает вызывать регулярные тормоза и понижение фпс. Только в реальной реальности, говорит Ревекстер, не существует биологического пола гендера, существуют люди с разными частями тела. Да, ну на самом деле ты не совсем прав, наверное. Хотя, может быть, и не прав я. Я не биолог, в этих вопросах не силён, так что особо, наверное, рассуждать не буду. С возвращением тебя, говорит Рыжая Люси. У меня есть яйца Роскорпиона. Отлично. Торн будет заботиться о них, пока их обитатели не подрастут достаточно, чтобы проливать для нас кровь. Вот тебе за твою работу. Думаю, мы согласны с размером возмещения. Нет, я не против помочь тебе достать ещё более смертоносных существ, но не за такие же деньги. Ах, твоя ценность для Торна доказана. Надеюсь, этих крышек хватит для демонстрации моей справедливости. Могу ли я помочь Торну ещё? Принеси мне эту дюжину из Огненного Геккона. Это нелёгкая задача будет вознаграждена соответственно, но где их найти? Огненные Гекконы — одни из самых опасных существ на кустышах. Ты их найдёшь... Точнее говоря, их гнёзда найдёшь неподалёку от пика Айридбера. Угу, окей. Замётано, найду, всё будет. Так, ну чё? Хорошие квесты в начале игры, говорит Белгард. Да, наверное, так. Ну мы к Шахте поедем. Кто у нас здесь? Молодой Огненный Геккон немножко взорвался. Но он же Огненный. Он и должен взрываться, согласитесь. Просто вся та огненность, которая была внутри него, немножко сдетонировала. Как бы так чутка бум сделала. Так, ну и чё? И как туда пробраться? Ой-ой-ой, я сейчас упаду. Тут слишком отвесно. Но я как настоящий горный козлик скачу просто по отвесным скалам. В общем, кулстория от Ревекстера в чате. Я, пожалуй, комментировать сейчас прям не буду, но мнение немного спорное, на мой взгляд. Так, ну чё, всё, здесь не пройти? Понятно, не пройти. Нужно подниматься, видимо, здесь где-то. Хоть этот не взорвался. Так, выдыхаем, да. После такого-то бега. Тут вообще где-нибудь есть выход в ту сторону, который мне нужен? Или мы сейчас так и будем плутать здесь, между скал? Всё время находясь близко, но так далеко. Так. По-моему, здесь нету прохода. Так, текаем отсюда. О, вот это чё такое было? Это какая-то электромагнитная была граната? Понятно. Где моя крупнокалиберная винтовка? Да чё ж как двигаетесь резко и дёрганно? Взял, присел, когда я в него стрелял. Не, ну нормально, да? Чё ты не умираешь вообще? Умри. Хочется немножечко принять темп... Ой, твою мать. Чё там бросает? А это кто? Так, есть. Перебили. Ух, какие они опасные, а? О, это НКРовцы ещё тут были. Жетон НКР возьму на всякий случай. Импульсные мины. Вот это то, чем нас пытались закидывать импульсными минами. И броня ветерана. Это какого типа? Лёгкая. Во. То, что нам нужно. Давайте чинить с помощью неё нашу броню. Прекрасно. Просто они нам подогнали фактически возможность починить броньку. Ещё одну броню, пожалуйста. Шлем Декана. Полевая форма. Полевая форма, наверное, тоже пойдёт на починку. Да. Всё, у нас полностью починенная броня. Шлем ещё тоже нужно вычинить. А здесь есть шлем. Претарианца. Так, нужен ещё один шлем. Векселярия. Чё такой серьёзный, говорит Волос? Остановись. Ну, кстати, да. Ревекстер спамить совсем не обязательно. Лучше остановиться в избежании бана. Серьёзно. Остановись. Мы тебя поняли. И продолжаем наши попытки найти яйца гекконов огнедышащих. С какой стороны это делать, непонятно. Как здесь обходить, вообще не ясно. Со всех сторон бегаешь, не знаешь, где зайти. Но мы потихоньку приближаемся, судя по всему. ПЛАНОЯ Вот. Так. Сейчас окажется, что с этой стороны входа тоже нету. Представляете, вот это будет поворот. Поехали внутрь. Страшно. Темно там так было вообще. Ну, единичка осталась. А как далеко он своим огнеметом бьет. Как сильная его огнеметность. Не, они реально прям слишком сильно дергаются. No one else to chop, говорит она. Больше некого разделывать. Ах, Лайер, как же ты хорош. Как же ты с крастрелем? Как же ты мощен? Еще кто-то, да. Есть. Что у нас там за звук был? О, калечить противникам конечности. Членовредитель. Замечательно. Поздравляем нас с этим новым званием. Рыжие Люсе нужны яйца. Возвращайтесь, говорят. Обязательно этим и занимаемся. С какой стороны выход я уже не помню. Откуда мы пришли вообще? Кто мы? Где мы? Не в этой стороне, да. Давайте карту откроем, по крайней мере. Угу, вот сюда. Потом мы с Когтей Смерти, говорит Ревекстер. Окей. Жду не дождусь уже. Надеюсь, там не будет таких проблем с Пафайнзингом и с обходом горы огромной. Так. Карта Мира и обратно в Торн. А на следующий раз, на следующем стриме, я думаю, мы отправимся наконец-то в Лонсом Род. Пора бужим. Ватчаут? Где ватчаут? Ты кто такой? В общем, тут никого не было, на самом деле. Это просто иллюзия. Отдыхаем до... Хотя бы там девяти. Да, Джонни, иди, показывайся яйца Люси. Какой двусмысленный квест. С возвращением тебя. У меня есть яйца огненного геккона. Отлично. Торн будет заботиться о них, пока их обитатели не подрастут достаточно, чтобы проливать для нас кровь. Вот тебе за твою работу. Думаю, мы согласны с размером возмещения хотя бы в этот раз. Нет. Моя ценность для Торна доказана. Неужели твой лучший охотник не достоин лучшей награды? О чем ты? Да, ты принадлежишь к моей элите, но не прославляй себя пока что так чрезмерно. Однако твои заслуги достойны признания, и я славлю тебя.